20 минут о красивой жизни, модных людях и интересных событиях. Это Бьюти Тайм на 31. Всем Здравствуйте! Яркий, харизматичный, бодипозитивный проект для женщин с большим сердцем и фигурой «Леди Мармелад» завершил свой первый сезон. Что происходило на сцене и за кулисами финального шоу, смотрите прямо сейчас. Ярко, торжественно, эмоционально. Конкурс «Плюса из красоты. Леди Мармелад» изначально планировался как масштабное профессиональное шоу. Грандиозному финалу предшествовала серьезная подготовка, ведь участницы проекта не связаны ни с модой, ни с шоу-бизнесом. Алёна Кослякова работает на заводе. Людмила Шибаева – косметолог. Наталья Фишер – мама двух замечательных сыновей. Мастер-маникюры. И Ана Шук работает руководителем отдела, реализования и страхования в автосалоне. Татьяна Волкова – дизайнер среды, работа инженером 8 лет. Финя Боровлева работает бухгалтером. Уроки вокала, танцев и актерского мастерства. В ходе умный шаг и занятия с психологом. Такая насыщенная программа многим давалась нелегко. У нас и плакали иногда, и смеялись. Но мне что понравилось, что они реально понимают, что это не конкурс, это уже проект. И они помогают друг другу. И наоборот, все говорят, я хочу, чтобы выглала ты. Я хочу, чтобы выглала ты. Вот мы от тебя не жалко отдать корону. То есть они уже больше друзья, чем... Ну, этот финал сегодняшний, это больше как итог их подготовки, а не конкурс. Конечно, сегодня уже какая-то доля по соперничеству есть, но у нас все други помогают, и мы стали большими подружками. У нас нет соперничества. Мы никто не думаем о главном призе. Мы просто получаем довольствие от самого участия. По большому счету, это просто галочка на самом деле. Но, тем не менее, конечно, хотелось бы поносить корону и стать королевой красоты. Это, безусловно, и это хочет каждая из нас 23-х. На данный момент мы команда, мы не конкурентки. Мы все разные, все разные. По конституции, по возрасту, по занятиям, по своим номерам. Мы не знаем, как нас будут оценивать. В подготовке к конкурсу было много приятных моментов. Посещение косметологов, профессиональный мейкап и укладки стилистов. Но были и занятия, которые заставляли, что называется, выходить из зоны комфорта и преодолевать себя, бороться с комплексами. И те, кто смог выдержать испытания, по праву считают себя победительницами. Конечно, всем полюбились занятия по танцам, по вокалу. Они говорят, нам уже не важно, кто что займет. Мы хотим еще на танцы. Я не сталкивалась с танцами. Я не думала, что я могу пойти и танцевать, просто танцевать на сцене. Все. Для меня это самое большое открытие. Я употребилась в понимании того, что у меня много талантов. Но решила, что четко, твердо, наконец-то займусь восточными танцами, хотя не могла лет пять дойти до этого. Преодолевать, конечно, да, то есть это внутренний какой-то страх, может какая-то неуверенность в себе. Вот, соответственно, мы все с этим боролись, в том числе и я. И поэтому сейчас все преграды разрушены. Я бы не назвала это сложным, есть такой термин, приходилось преодолевать, выходить из зоны комфорта. Да, такое было, но после этого мы все стали только лучше. Основные баллы участницам конкурса присуждались за творческий номер. Артистизм и умение подать себя на сцене так же важно, как концепция номера и соответствующие костюмки. Я вообще не очень творческий человек, но тут у меня будет очень творческий номер, я танцую, восточный танец. Очень зажигательный. Танец танцался нелегко, очень много тренировались. В итоге, надеюсь, все получится. Танец танцался нелегко, очень много тренировались. Невинопадная я! Он сам пришел! Подружки обе, хоть замужние, но в общем тоже несчастливые. Мужья в их доме, гости редкие. Друзей моих, медлительный уход. В той темноте за окнами угоден. Понравилось тем, как герои себя по-новому подали. Потому что я видел фотографии, сделанные в начале проекта, в инстаграме размещали, в соцсетях. И как на сцене вообще другие люди. И прям для некоторых девушек, дам это было нелегко, наверное, так распрепоститься. Но это классно на самом деле, себя сделать по-другому, на себя посмотреть и превзнуть себя. Так что они молодцы. Образ, самопрезентация, артистизм, внутреннее содержание. Безусловно, работают стилисты, безусловно, работают хореографы, работает вокальная группа. Мы стараемся открыть, достать вот эту внутреннюю жемчужину из каждой женщины. И представить, что-то получилось, что-то не получилось. Это первый блин. Надеюсь, он не комом. И он доставил как зрителям, так и участникам удовольствия, радость и вдохновение. И хоть призовых мест всего три, а главная корона вообще только одна, призы в этот вечер достались многим участницам. А некоторые даже получили предложение о сотрудничестве от магазинов одежды и фотостудий. Тройка финалистов выглядит так. Это Ольга Решетиловская. Анастасия Бахтеева Она нас покорила, удивила Яна Шук Как признавались участницы за кулисами, после финала они непременно будут скучать по репетициям и занятиям. А что почувствовали финалистки на следующий день после конкурса, мы расскажем в ближайшем выпуске программы Beauty Time. Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик, частная коллекция. Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан, билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Одевайся свободно. Одевайся легко. Одевайся с удовольствием. Сеть салонов европейской одежды Street Couture. У нас всегда новые коллекции. Ждем вас на Sony Кривой 30 и Пушкина 65. Важное событие в бьюти-индустрии Челябинска. Выставка «Индустрия красоты» с 21 по 23 ноября в ТРК «Гагарин Парк». Для профессионалов и тех, кто хочет выглядеть на все сто. Мастер-классы. Все для идеального образа. Красивые волосы. Ультрамодные ногти. Идеальная кожа и безупречный макияж. Современные образцы оборудования, инструменты и расходные материалы. Косметика и уходовые средства. Только с 21 по 23 ноября в ТРК «Гагарин Парк». Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Выбор героя литературного квартирника для организаторов проекта всегда сложная задача. Активность поклонников поэзии и прозы в нашем городе практически непредсказуема. Но есть среди авторов и те, кто выступает с аншлагом каждый свой приезд. Вот вчера с 8-го приема в Челябинске. На самом деле не такой суровый город, как говорят. Прямо мягкий, хороший замечательный. Он сам очень современный. Он ориентируется во всем, что происходит в мире. Начиная от политики, заканчивая какими-то даже гламурными вещами. Конечно, мы просматриваем статистику, кто интересен публике. Но и сами обязательно мы всех своих гостей мы очень любим, ценим. И они нам, естественно, интересны. То есть мы их читаем, следим за их жизнью. Такие проекты, как «Литературный квартирник» – это большая редкость и огромное счастье для Челябинска. Потому что здесь можно пообщаться с прекрасными людьми, насладиться культурой. Чтение прозы со сцены. Начиналось все как-то чтение моей прозы со сцены мною и различными актерами российскими. Но переросло все это в достаточно большой такой проект, в котором есть уже, наверное, более 20 писателей и 50 актеров. Но, конечно, 80% контента – это мои рассказы так или иначе. В наш век, когда люди читают в основном свои телефоны, с легкой руки Александра Цыпкина стала трендом литературу слушать. Рассказ должен быть коротким, рассказ должен содержать большое количество сюжетных поворотов и интересен для чтения со сцены. Потому что все-таки это не совсем литература, то, что подходит под исполнение со сцены. Два часа людям слушать текст должно быть любопытно, интересно, захватывающе. Я пишу истории, которые, конечно, задевают человека, но сказать, что мне требуется вдохновение, сидеть у камина, думать, ждать муза – нет. Это все со мной не работает. У меня сверху капают временные рамки, которые меня ограничивают очень сильно. Он очень точно подмечает детали и как он их преподносит, как он их расшифровывает и подает слушателю или зрителю. К счастью, догадался, я открываю WhatsApp, полные занятные переписки. Начал писать смс под тиктоку, любующим носом жены. Максим Иванович, это переходит все границы. Я очень люблю свою жену и никому не позволю угрожать нашему семейному счастью. Давайте закончим любое общение, как личное, так и деловое. И не вздумайте звонить людям. Формат литературных чтений – это такое приобщение к прекрасному. И это всегда очень наполняет, всегда впечатляет себя по-новому каждый раз. Меня привлекает его жизненность, потому что, в принципе, он не скрывает, что он берет сюжеты реально из жизни. И герои – это вот те люди, которые живут среди нас, можно так сказать. Очень много комичного. У него очень остроумные диалоги, остроумные ситуации. Мне кажется, на данный момент он самый интересный автор. Мне нравится его слог, его подача. Вот последний его фильм «Прощай, любимый» просто поражает. Легкий слог и актуальные темы. Юмористические истории и серьезные рассказы зрители воспринимают одинаково тепло. А любители уединиться с книгой еще и получают возможность подписать экземпляр у автора и даже сделать селфи. Куда же без этого? Чтобы жизнь была насыщенной и разнообразной, нужно чаще выходить из дома и общаться с новыми людьми. Этой идеей была посвящена вечеринка знакомств, которая проходила недавно в одном из клубов Челябинска. В числе приглашенных оказалась и съемочная группа «Бьюти Тайм». Встречи с подружками не обязательно должны проходить дома на кухне. Почему бы не выбраться вместе в танцор-диско? Чтобы поговорить о моде и стиле, познакомиться с пластическим хирургом из Италии, научиться готовить тирамису и принять участие в танцевальной импровизации. Тематические встречи только для девочек получили название «Клуб девчат». «Клуб девчат» – это новое направление, это новый проект. Мы приглашаем всех женщин, которые интересуются жизнью прежде всего, модой, красотой, уходом за собой, просто живым общением. Мы все ушли в соцсети и вот этот посыл хочется донести для каждой женщины, что давайте переходить обратно, потому что все мы скучаем по подруге, с которой не хватает времени поговорить по телефону, по прикосновениям, по объятиям, по поцелуям, в конце концов. Тут рядкий случай, когда девчонки могут встретиться, посплетничать под четким руководством меня. Будем говорить о красоте, будем говорить о мужчинах, будем говорить о происходящем в мире, будем узнавать немножко подробности об Италии, тем более у нас сегодня гость будет из Италии, конечно, касаемо красоты. И, как и каждую программу, мы выбираем и ищем смысл, зачем же женщине мужчина. Я здесь часто бываю, здесь приятная атмосфера, всегда очень хорошо. И мы с друзьями приходим сюда каждые выходные и иногда по праздникам, вот сегодня, например, пришли на клуб девчат. Нужно мыслить красиво, а если мыслишь красиво, все вокруг становится красиво. Я думаю, что здесь сложно выделить какую-то одну, потому что каждая из них, она дает какие-то новые инсайты, новые результаты. И всегда выходишь не только эмоционально заряженный, но с какими-то новыми идеями, начиная от каких-то кулинарных мастер-классов, до появления новых блюд в меню, заканчивая рекомендациями косметолога. Нам же опытного надо, ну, скоро будет 51. 51? И на кремах только, да? Обычно у нас не модно делать операции с семьей? Ну, модно, но не так. Не так? Ну, во-первых, я точно жду мастер-классы, я точно жду оскромятные шутки ведущего. 11 учится. 11? Это классического хирурга? Да. Господи. Только уж умирать скоро, он еще научился, извините, я так... Всегда интересная какая-то программа, в любом случае мастер-классы какие-то полезные, в принципе, атмосфера такая. То есть раз в месяц, по-моему, сказали, да, проходят мероприятия, и, ну, интересно все равно, да, какое-то развлечение, да, выйти, что-то посмотреть, узнать новых людей. Мне кажется, должно быть что-то интересное, возможно, не знаю, будет паста сегодня, потому что мастер-класс, но это единственное, что я могла предположить, поэтому что-то интересное будет и новое, назначено. И даже посиделки с девочками сегодня должны соответствовать последним трендам, один из которых состоит в том, чтобы каждую минуту проводить с максимальной пользой. Даже если это касается отдыха и свободного времени. Отделение косметологии клиники «Источник» представляет в действии лазерный аппарат «Акупалс». Инновационная помощь в решении ряда косметологических проблем. Работает над устранением морщин, пигментных пятен, растяжек и рубцов и расширенных пор. Отделение косметологии клиники «Источник». Наука на службе у красоты. 77 88 905. Новогодний корпоратив в самом центре города в торжественной и при этом уютной атмосфере. Конференц-зал с панорамной крышей для подведения итогов года и незабываемых выездных регистраций. Банкетный зал на 18 этаже с потрясающими видами вечернего города. Вертолетная площадка для фотосессии. И это еще не все. Рады видеть дорогих гостей в ресторане «Караоке» с восточным колоритом «Маракеш». Улица Елькина, 45А. Офис «Центр Випр». Бронируйте свой праздник уже сейчас. Телефон 777 53 73. Энсо. Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте nsostyle.ru Для первых в труде и первых в игре. Для первых свиданий и первых признаний. Для первых по кудряшкам и первых по волнам. Для первых на поворотах и первых на виражах. МАХВА. Первые для первых. Еще больше сюжетов о красивой жизни на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу beautytime нижнее подчеркивание ТВ. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом. Я». Субтитры сделал DimaTorzok